Константин Михайлович Симонов Любил Валентину Серову, прекрасную и талантливую актрису И написал ради нее и воима ее стихотворение «Жди меня». Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло, Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим Ты спасла меня, как я выжил, будем знать, только мы с тобой Просто ты умел ждать, как никто другой Это он и она, это выдающийся писатель Константин Симонов И это замечательная актриса Валентина Серова, которую он любил Она была в ту пору невероятно популярна, она была фантастически красива Она играла лучшую роль, она играла в театре, она играла в кино, ею восхищалась Но как странно подумать о том, что женщина с такой блестящей внешностью Столь любимая, со временем ее постигнет трагическая судьба Как это могло произойти, что Валентина Серова закончила свою жизнь В полном одиночестве, всеми брошенная, никому не нужная? Я хотел бы прежде всего, прежде чем мы начнем наш разговор Спросить вас коротко и получить от вас короткий ответ Как вы думаете, что с ней произошло? Она была брошена, осталась одна и не в силах была это преодолеть одиночество? Или же она сама виновата в своих бедах, потому что она страдала Стали распространенным у нас недугом пристрастием, горячительным напитком Вы написали книгу, Валентина Серова, как вы думаете? Я хочу сказать, что не случайно ваша программа называется «Загадка судьбы» А судьба – это суд Бога Я думаю, что это отчасти была расплата за ту дивную жизнь, которая была И, конечно же, в том, что сложилась ее судьба именно так, как сложилась Была виновата не только она, но и те соучастники ее судьбы О которых, я думаю, мы сегодня и будем говорить Вы психолог, и вы, точнее, скажете, она виновата в этом? Она не справилась с испытаниями, которые выпали на ее долю? Или это была расплата за красивую жизнь, как предполагаю? Серова, у нее было два главных качества, как они говорили Она не умела ждать, и она не умела терять Она умела ждать, судя по этому стихотворению Судя вот именно, что стихотворение, которое вдохновило Тысячи, миллионы женщин ждать своих возлюбленных с фронта Именно ту, которой это стихотворение было посвящено Оно не научило ждать Ждать она не умела и не хотела И она не умела терять Но по жизни ей постоянно приходилось ждать своих любимых И терять своих любимых И она не выдержала И в этом ее трагедия Но, я хочу сказать Скажите, кто тогда виновен в этой трагической Да погодите, что мы всегда каких-то виноватых ищем Виновата судьба Во-первых, она пользовалась огромным успехом у вас, у мужчин У нее было столько поклонников Никому здесь не снилось Даже во сне не присниться Рахманинов не зря написал Судьба одно слово, но какое И вот судьба привела ее к тому, что Она была, ну как вам сказать С детьми у нее не сложилось Симонов Не буду спешить То есть вы перескажете все, что мы собирались изучить в деталях Тогда вопрос Я сейчас задаю короткий вопрос Рассчитываю на короткий ответ Давайте, блиц, давайте, что? Вы ответили вопрос Судьба так сложилась А, ну тогда я молодец Вы писали о Валентине Серовой И так, мы должны все-таки В отличие от вас, которые играли с ней В отличие от вас, которые изучали судьбу Мы давайте все-таки нашим зрителям хотя бы немножко расскажем О Валентине Васильевне Серове Которая родилась в Харькове Она была маленькой девочкой Когда мама привезла ее в Москву Потому что мама была актрисой И в ней тоже рано проснулась эта любовь к театру И она очень рано влюбилась в человека Который, конечно, определил ее судьбу Вернее, у нее был роман с актером Из Трамы, из Театра рабочей молодежи Его звали по фамилии Поляков Театр рабочей молодежи Это нынешний Театр Ленинского комсомола Она встретила человека, который был тогда одним из самых знаменитых людей в городе, в стране Анатолий Константинович Серов Военный летчик Он отправился в Испанию Воевать на стороне республиканской Испании Уехал старшим лейтенантом Сбил 8 самолетов Вернулся полковником Героем Советского Союза Он в 28 лет возглавлял летную инспекцию Военно-воздушных сил страны Он был летчиком-испытателем И однажды он встречается на вечеринке У другого знаменитого летчика Помнили Педевского С юной актрисой Валентиной Серовой И она влюбляется в него Это точно известно Но, видимо, и он влюбился в нее Мы говорим, видимо, потому что ему не будет представлено возможности ничего рассказать о своем брате Нет, она сама говорила, что она любила Серова Да, она, я говорю, что ему не было возможности об этом рассказать, потому что они прожили Как же не было? Он рассказывал, его эскадрилья сбрасывала букеты цветов перед ее домом И он сам выписывал, он называл ее «Моя Лапороска» в честь пролива Лапороза, где он пролетал И он выписывал такие кренделяки на таком самолете довоенном «Люблю Валя» То есть вот он... Провожал ее на вокзале, простите, продолжая вашу мысль Провожал ее на вокзале в Москве, когда она ехала в Ленинград И там ее встречал, ну и потом вот эта красивая жизнь, она ведь началась уже тогда У нее была пятикомнатная квартира в Лубянском проезде Ну да, бывшая квартира маршала Егорова арестованного, расстреливалась вместе с вещами, что не смутило молодоженов Это дело даже не красивой квартиры, смотрите, какая пара У него глаза, ну бога просто, это же голубоглазый, очкава, очкава Нет, я всего лишь пытался сказать, что ему не представилось возможности потом рассказывать, как они встретились о своей любви Они как раз говорили, что он безумно ее любил Он же когда ее увидел, он два дня занят, он занятой человек, он знаменитый человек На тот момент герой, два дня от нее не отходил, на третье сделал предложение А уже там через восемь дней они поженились, это же поступок И потом год безмерного счастья, когда расставание для них было мук И не было там ни дня, чтобы он ей не писал, и нет, это огромная любовь И что, чего там какие-то еще мемуары писать Вот он написал мемуары своими поступками Каждая женщина может позавидовать Серовой, что ее так любили Она действительно любила только его, и уже потом любила всегда, или вернее не могла забыть эту любовь Действительно было такое сильное чувство, или это было увлеченность? Вот понимаете, вот с фотографии идет чистота и красота Это то, каких женщин, каких женщин мечтали, грезили Поэтому, конечно, у них была высокая любовь Конечно, можно летать самолетами и скидывать букеты Конечно, можно выписывать имя Валя Потому что это было духовно Вот я думаю, что, вот смотрите, какая прелестная женщина Посмотрите, сколько в ней мягкости, доброты Поэтому, конечно, это высокая любовь Он ее любил, в этом нет сомнения Она его тоже любила Вот это очень важно, что хотелось бы нам с вами выяснить Она действительно вот влюбилась на него В него это была любовь, которую она пронесла все через всю жизнь И это, возможно, ей мешало И больше, и ни один мужчина с этим не сравнится Вот никто, и потому что вообще невозможно с умершим соперничать Все, потому что его невозможно критиковать И все, тот, кто уже ушел из жизни, конечно, идеализируется Но тем более было, что идеализировать А мне кажется, Рокоссовский очень даже поспешил Рокоссовский ее бросил, он подлец И они не учитывают Мы не учитываем одну очень серьезную вещь Кроме того, что это был живой мужчина из плоти и крови Это был сталинский сокол Это был символ успеха Это был символ новой страны и новой жизни И девочка, которая провела детство на украинском хуторе Как она могла в нее не влюбиться? Это было бы странно Нам сейчас просто невозможно это представить Какой это был Орел Вообще, как воспринимали этих героев Как воспринимали Чкалова А Серову был такого же уровня, как Чкалова Давайте мы посмотрим Сохранились кадры похорон комбрига Серову Он погиб во время испытательного полета Вместе с другой знаменитой Полиной Осипенко Героем Советского Союза Потом Сталин ведь ее и вдову Чкалова Всегда приглашал на все банкеты И сажал с одной стороны вдову Чкалову, Ольгу А с другой Валентина Васильевна сидела Это все было так Сокол, сталинский Это был престиж Понимаете, это было самое главное Это был престиж Это был герой Она любила мужчину или престиж? Или сталинского сокола? Она любила все в ней У женщин это трудно раздеть Это было все в ней Это хорошо, что Жалко услышал, что это слишком поздно Это было восхищение Это был престиж Это было богатство Это была слава Это был Орел Это были Кремлевские приемы О чем вы говорите? Но ведь потом тоже был престиж и богатство В браке с Константином Симоновым И ничуть не меньше Но здесь, в данном случае В данном случае Вместе с... Не было любви Любовь и молодость Конечно, осталась Серовой на всю жизнь И она это состояние хранила Фактически в себе И в ролях она это же Давайте мы послушаем, что она писала своей дочери О любви к Серову Валентина Серова рассказала дочери Когда он взял меня за руку Я вдруг почувствовала, что отрываюсь от земли и лечу Было какое-то странное чувство восторга и растворения Сначала я и глаз не могла поднять А потом посмотрела на него и поняла Пропала Танцевал он потрясающе Хотя я и была профессиональной актрисой Но так не умела Ну красавец Ну просто невозможно не влюбиться Абсолютно правильно Особенно молодой девушке Он гибнет, а она беременна Молодая девушка Беременная Страшная гибель мужа и отца ребенка Я даже себе представить не могу Какая-то страшная трагедия Я предполагаю, что это возможно Не повлияло не только на нее Но и возможно и на ребенка будущего Не там ли залегла та трагедия Которая будет потом сопровождать ее с сыном Которого он зовет в честь отца Потому что это жуткий стресс Это такой стресс на всю оставшуюся жизнь Этот стресс так у нее и остался при ней Поэтому все дальнейшие неудачи Вот эти по жизни, которые случились И неизлечимое состояние, которое было постоянно Хотя, в общем-то, Константин Михайлович боролся с этим состоянием Было невозможно победить Вы говорите ее пристрастие к горечитным напиткам Но интересно, что вначале Она категорически не воспринимала алкоголь Она никогда на приемах не пила И она не любила водку Она не любила эти крепкие напитки Это появилось только позже Это появилось позже Она начала пить именно с Серовым А с Симоновым это было какое-то венгерское сладкое вино Она вообще была юной девушкой Все-таки она начала Начала, да Татьяна Кирилловна рассказывала, что нарочно они сидели И она брала на себя часть, чтобы досталось Анатолию меньше И она поддерживает тем самым Вот такие случаи известны Когда жена спасала мужа от алкоголя Что происходит с женщиной? Все равно, с моей точки зрения, юной Она беременна И гибель мужа и отца будущего ребенка Наверное, это повлияло Я хочу к этому очень важному аспекту вернуться Повлияло на будущность ребенка Безусловно Потому что это же одна из причин Она хранила ведь будущую беременную Конечно Ребенок, известно, чувствует все Будучи в утробе мамы То, что она чувствует Ее эмоции, ее страдания, ее слезы Поэтому так говорят, что женщинам больше смеяться Нельзя расстраивать беременных женщин Нужно разговаривать со своей... А тут не просто катастрофа Она узнала о смерти мужа Играя, будучи на сцене, играя Публика не знала И представьте, сколько ей пришлось Как ей нужно было собрать все свое актерское мужество И женское, чтобы, будучи и беременной И в мгновение став вдовой В годовщину своей свадьбы Ведь 11 мая они поженились И 11-го он погиб И вот это все это вынести То есть только это врагу не пожелаешь И естественно, ребенок не мог этого не почувствовать Есть критические периоды во время беременности Когда плод наиболее чувствительный Она родила через 4 месяца после гибели мужа И родился ребенок И потом, когда он родился Ей было, наверное, не до ребенка Некоторые женщины уходят в ребенка После какой-то трагической ситуации Да, но не она И вот она, актриса Пережившая такую трагедию И обращает, насколько мы знаем Обращает внимание на то, что в зале Сидит молодой человек Она играть не могла Тоже очень молодой человек Который смотрит на нее тоже взлюбленным взглядом Это был Константин Михайлович Симонов Он известный поэт Она известная актриса И он, я так понимаю, влюбляется в нее Впрочем, у нас есть у кого спросить Олег Евгеньевич, а если я вас попрошу Вот сюда встать На секундочку На секундочку Ой, ешка Взять микрофон Олег Евгеньевич, можно вас попросить, да? Скажите, пожалуйста Есть такое ощущение, что ваш папа Точно влюбился в Валентину Серова А она, пожалуй, соглашалась быть любимой Она соглашалась, чтобы ее любили Это верное ощущение Слушайте, это же все есть в стихах Вот это Любовь И надежда На ответную любовь сначала Надежда на ожидание Желание ожидания Но не уверенность в этом Нигде нет стопроцентной уверенности Он не хозяин положения Но вы знаете, какая была история Когда Симонов написал пьесу для театра ленинского комсомола Банкет был в метрополе Это Римма Васильевна Маркова рассказывает И вдруг Симонов пригласил ее на танец И она сказала, что я такая была лошадяга, здоровая А, видимо, ему нравились Я так удивилась, что он меня пригласил А все завидуют Симонов на танец И он ей сказал Я обожаю танцевать, но так в этом неуклюж И она очень быстро ушла из метрополя И вдруг догоняют ее машину Ее сажают в машину И они приезжают в дом на Пушкинской Где была квартира Валентина Васильевна И Симонова Они поднимались на лифте Валентина вошла в лифт, а Симонов нет И он поднимался на каждый этаж Лифт останавливался Он говорил Валя, скажи, что ты меня любишь Она говорила Никогда Лифт поднимался еще на один этаж Он говорил Ну скажи, пожалуйста, что ты без меня не можешь жить Она говорила Ни за что А потом она вошла в квартиру Огромный был зал Она сбросила туфельки Села на диван А Рима Васильевна говорила Что когда она выпивала У нее такие ушки алые становились И вот она села на этот диван А Симонов намочил салфетку И протирал ей лицо Вот такая была трогательная Очень красиво Знаете, здесь Спасибо Присядьте, пока благодарился Мы еще вернемся Леонид Продолжение всех этих слов Есть изумительные стихи В которых есть ответ полностью Ты говорила мне Люблю Но это по ночам Сквозь зубы А утром горькое терплю Едва удерживали губы Я верил по ночам Губам Рукам Лукавым И горячим Но я не верил по ночам Твоим ночным словам Незрячим Я знал тебя Ты не лгала Ты полюбить меня хотела Ты только ночью лгать могла Когда душой управит тело Но утром В трезвый час Когда душа опять сильна Как прежде Ты хоть бы раз Сказала Да Мне Ожидавшему В надежде Изумительный Какая фантастическая поэзия Посвящена этой женщине Какие необыкновенные стихи Как вы думаете Это действительно Она всего лишь позволяла Себя любить Или потом она тоже влюбилась И он уже был не менее ярким И не менее знаменитым человеком Вы знаете Я общалась с Константином Михайловичем Симоном Четыре года С 70-го по 74-й Когда писала композицию Посвященную женщинам войны Работая Константином Михайловичем Я поняла Что он ушел от нее Не потому что он хотел от нее уйти Потому что там Какие-то там у него другие женщины Или какие-то другие любви Мне показалось Потому что она очень часто звонила По телефону Когда мы с ним сидели Он ушел от боли От того что он не мог Победить вот это ее заболевание И это вы знаете Бывает так в жизни Человек любит Другого человека Но он уходит Только потому что Он не может больше С ним справиться Я думаю что он не мог С ней справиться Потому что Была другая женщина Не думаю Я думаю что Он другой женщине Через год на ней женился Все очень банально Нет Я об этом не представляю Он боролся Да Он любил Какое-то время Но невозможно Всю жизнь любить И человеку Который только позволяет Она любила его Она-то его любила Она тоже Ну потом пришло Знаете Это привыкание Такое То есть вы хотите сказать Не любила Нет А я думаю что Да Я думаю что Если в начале Может быть она и позволила Себе Чтобы он ее любил Но потом Мне кажется Таким человеком Как Симонов Не увлечься Было невозможно Почему же нет Ну столько лет А Рокоссовским Она тем не менее Увлеклась Юра Косовского Это же главный вопрос Потому что Если она не любила Значит жизнь пошла Под откос По понятной причине Ты не любишь мужчину Ты живешь Кого не любишь И все плохо А если Женщина Нет Которая живет С человеком Которым она увлечена Его любит Конечно Она его любила Конечно Она любила его Как она любила Военных Это совершенно очевидный Стиль Когда Симонов Был в форме Наверное Она его любила Но я думаю Если говорить серьезно То он очень быстро Перерос Все что их связывало Ее конечно Потому что Он Это был человек С государственным мышлением Это был государственный Писатель Образ романтический Который создала Серова Мало по мало угасал Война прошла Да Да Совершенно другие Были потребности И искусства И зрителя И так далее Я думаю Что все таки Он Это была конечно Его пожизненная любовь Но все таки Я думаю Что он Разлюбил Этот образ Он его Написал Это невероятный Эффект Он создал Эту женщину И любил Он написал С тобой И без тебя Это потрясающее Пророческое Название Одной из лучших Лирических книг 20 века А этот сборник Он не боролся Этот сборник Это был символ веры Это по существу Была молитва Взамен запрещенных Или забытых молитв Это было что-то невероятное И всем этим Мы обязаны Любви к Константину Михайловичу Симону К Валентине Васильевне Серовой Любви Которое означало Так много Не только для них А как оказывается Для всех нас Но почему в таком случае Эта любовь Закончилась И для нее Вся эта история Закончилась так Трагически Об этом После короткого перерыва Этой женщиной Восхищались Миллионы людей Многие женщины Хотели бы быть На ее месте И блистать На сцене И на экране А мужчины Хотели быть На месте ее мужа Потому что Кому же не хотелось Быть мужем Валентины Серовой Но вот что мы узнаем Возможно на самом деле Константин Михайлович Симонов Любил Обожал Валентину Серов А она возможно Всего лишь Позволяла Себя любить У нее уже было Множество поклонников Тут уже прозвучала Фамилия Ни много Ни мало Маршала Константиновича Рокоссовского Чье имя Связывается С ее именем Это одна из загадок Тоже между прочим Потому что достоверно Все таки неизвестный Был ли роман Потомки Рокоссовского Это категорически Отрицатель Это мы сейчас спросим А вы как исследователь Здесь бы я проявил Такую определенную деликатность По отношению к памяти Серовой И памяти Рокоссовского Но вот я Не нашел подтверждения Согласны С вашей точки зрения Красивая история Конечно Красивая история Или реальность Нет я думаю Что это была реальность Это треугольник СССР Который называли Симонова-Серов-Рокоссовский И великая фраза Мне кажется Сталина Когда спросили Что же нам делать С Рокоссовским Он вот там У него семья А он серовый И Сталин сказал Что делать Завидовать ему Завидовать Да Неизменно возникает Фамилия Рокоссовского В этом зале Мы должны все-таки Наконец Внести некоторую ясность Будьте любезны Пожалуйста Скажите Что же Вы как внук Рокоссовского Скажите Что у вас в семье Говорили Любил ваш дедушка Хотя бы в какой-то момент Валентина Васильевна Серов Любила ли она его Или нет Или это все сказки В нашей семье Было отношение Однозначное Понимаете Здесь как-то так сложилось Что два таких Субъективных Объективных фактора Почему появилось Это действительно Красивая история И когда Все-таки Убедили меня в том Что я не был Я даже немного расстроился Ну может быть была Да нет Вот почему ты так Мой дед был очень Такой интеллигентный Вежливый И он был очень Галантный кавалер Он относился к женщинам Ну по-особенному Поэтому А сейчас вот как бы Хорошо что я вот здесь Присутствую на передаче И понял что все-таки Валентина Васильевна Серова Была человеком влюбчивым И плюс к этому Правильно сказать Что она очень любила Людей в военной форме Наверное когда у них Произошла первая встреча Она вот отреагировала Таким образом На свою На эту встречу И на отношения с дедом Более того Если посмотреть С третьей стороны Значит как мне Рассказывала бабушка Я задал прямой вопрос Когда стал уже юнош Она сказала что Ну Так получилось что Деду было очень лестно Что на него обратила внимание Это известная актриса Красивая женщина Но она ему не понравилась Именно как женщина Она просто ему не понравилась Я сказал ужасную сейчас вещь Вы простите меня Но такое бывает Ведь надо понимать В какую объективную реальность Происходили все эти события Это весна 1942 года Это тяжелейшее положение на фронте Тяжелейшее положение в тылу И как в этой ситуации Генерал и заслуженная актриса Три месяца значит Они совершенно спокойно Прохлаждаются в Москве Разъезжая на шикарных автомобилях И посещая оперы Понимаете Я считаю что Вот в таком изложении Эта история Она даже несколько оскорбительна И для памяти моего деда И для памяти Валентины Васильевны Это были исключительно Порядочные И ответственные люди И такое поведение В тот тяжелый период На нашей родине Было невозможно Это всегда такой актрис Я уж спрошу Мне кажется Так уж если говорить про загадку Я думаю что она больше всех любила Симонова Леша я думаю ты меня поймешь То она была суперзвезда Ее вся страна обожала Боготворила Она выходила А он был рядом Молодой писатель Но тоже уже очень популярный Ни один писатель Никогда не сравнится С кинозвездой Серова для нашей страны была Ну суперзвезда По крайней мере мама мне рассказала Улицы перекрывали Если она шла Была Понимаете Я на секундочку Дальше Я на секундочку Дайте мы на нее посмотрим Хоть покажем Нашим зрителям Дальше продолжу Если позволите Я послала тебе письмо Ты мне ответишь Да? Ну ответь же мне хоть что-нибудь Хоть раз Ну А то я сойду с ума Слышишь? Я сойду с ума Я не могу больше выдумывать Все слова за тебя Ну скажу же хоть одно слово И сам Знаете Это может говорить Только очень влюбленная женщина Так А дальше Произошло следующее Дальше Дальше Он стал Лидия Он стал Симоновым После войны Он был суперзнаменитым А она стала Простите Чуть-чуть Стареть Раз Второе Уже нет таких фильмов Два Третье Появляются новые молодые И уже цветы несут им Она начинает уже Сдавать свои позиции Что ей трудно Что ей больно Это логика актрисы Понимаете? И она уже стоит За ним Не перед ним А за ним Я думаю В этом был конфликт В их семье В этом И когда он ушел Она почувствовала Что он предатель Я думаю Что ей было очень тяжело Нет, нет, нет Дайте послушаем Из письма Константина Симонова К жене Мы так можем Много доставить Счастья друг другу Когда мы прижаты Друг другу Когда мы вместе Когда ты моя Что кощунство Не делать Это без конца И без счета Ох, как я отчаянно Стосковался по тебе И с какой тоской И радостью Я вспоминаю Твое тело Я тебя люблю, Валька И мне сегодня Ничего не хочется Тебе писать больше Сейчас еще рано Чуть расцвело Уезжаю на два дня На передовые А сейчас Как будто держу тебя В руках И яростно ласкаю тебя До боли До счастья До конца И не желая говорить Ни о чем другом Понимаешь ты меня Моя желанная Моя нужная До скрежета Зубовного Хотел бы я Иметь возможность Так красиво написать Но это, наверное Производит на женщину Невероятное впечатление Ошеломляющее Я бы хотела Получить такое письмо Я была бы счастлива Знаете Это можно написать Женщине Которая Так же Умеет любить Потому что Если вот эта наша версия Что якобы она позволяла Такое писать не будешь Потому что За этим письмом Это Ну ты сразу же Видишь целую историю Когда-нибудь Ее сыграют Какие-то актеры Уже следующего поколения Никогда не сыграют Ну может быть Никогда Ну может быть Никогда Не получится Второй серовой уже не будет Не получится И Симонова И не нужно Пусть их не будет Потому что Они выполнили Свою роль Послушайте Успокойтесь Нету таких актрис Нету И В ближайшие годы Не будет И нету Такого Симонова И не будет В ближайшее время Такого поэта Все Вот так вот Знаете Что меня поразило В этом письме Я конечно Первый раз Точно так же Как и многие Слушаю его Как он не стеснялся Так писать Значит Он не думал о том Что это письмо Кто-то прочтет Вот Я думаю Что она его не порвала И сохранила Поэтому мы можем В наше время Это прочесть Наверное потому что Это для нее было Слишком дорого Потому что такое письмо Сжечь или порвать Ну Невозможно Это доказывает Что она его безумно любила Он сжег Он это письмо сжег Откуда оно взялось Сейчас Ну это уже другой разговор Это наша семейная тайна Мария Дочь Расскала Что она переписала Эти письма Потому что Да Давайте уж просто расскажем Что у вас папа Когда был в больнице Откуда он уже не вернется Попросил Нет Это было еще В предыдущей больнице Это было еще В предыдущей больнице Он прислал своего литературного секретаря Который сказал Который сказал Что отец просит Сохранившуюся у Вали Их переписку Маша сказала А почему он сам Не попросил меня об этом Почему это делаете вы Перезвонил отец Подтвердил Эту просьбу Мать Машка сказал И как для нее это было ценно А эти два письма Она имела неосторожность Дать почитать Нашему другу Который имел неосторожность Дать его почитать Егору Яковлеву А Егор Яковлев Все-таки При всем Моем Любви к нему И нежности К нему Он сначала был Редактором А потом человеком Как и большинство Серьезных редакторов Спасибо вам огромное Да присядьте Пожалуйста Какое ужасное продолжение У всего этого Что все-таки Давайте Конечно Может быть не очень хорошо Что мы так заглядываем глубоко Но что происходит С этой женщиной Которой написано Самое великое стихотворение Почему Все Он начинает пить Потому что Трагическая была Совершенная история В 50-м году Это уже болезнь Можно одну секундочку Да Можно одну секунду Спасибо Дело в том Что в 50-м году Когда родилась дочь Марья Кирилловна Все ожидали Что этот ребенок Укрепит их союз Этого не произошло Ребенок указался У Клавдии Михайловны Половиковой У матери У Серовой Которая судилась Со своей дочерью Серова Остается фактически Без работы Без любимого мужчины Я могу точно сказать Что когда мы вместе Гримировались В одной гримерке Она была полураздета И она говорила мне Инна Посмотри на раны Которые мне Нанес Анатолий Это сын Сын который Приезжал Из тюрьмы И вот уколы Были Не уколы А как ножевые Вот такие И она выходила В таком состоянии На сцену Значит я не могу Представить себе Потому что я в общем Довольно Внимательно наблюдал Весь его жизненный цикл Чтобы он Значит Наносил матери Какие-то Тяжелые Тяжелые Значит Раны Возможно И не он Вот это вот Другой разговор Значит Потому что Потому что В 50 В середине 50-х Он действительно Был по обоюдному Их решению Отправлен На исправление В Нижний Тагил В колонию Почему Да Ну потому что Потому что Он был никому Не нужен дома Ни Вали Ни отцу Потому что Он этим Пользовался Потому что Он находился В прямых отношениях Так сказать С переделкинской Шпаной Он трудно учился У него были Постоянные конфликты И по учебе И по жизни Вряд ли он учился Вообще Учился Смею вас заверить Учился У него были Ему приглашали Значит Гувернеров Несколько раз Но никто из гувернеров Не выдерживал этого Ну достаточно сказать Что Скажем Валентина Васильевна Не хотела Чтобы отец его усыновлял Он не был усыновлен Потому что Валентина Васильевна Получала на него Пенсию За Анатолия Старшего И соответственно Вполне Может быть еще моральный момент Конечно А он Все-таки он был сыном Потрясающего летчика Я бы не хотел Я же не спорю Понимаешь Мне в этих вещах Спорить-то Бессмысленно Потому что То, что я знаю Я могу сказать А то, что я не знаю Того я все равно не скажу Можно добавлю Буквально одно слово В ваш разговор Позвольте, пожалуйста Дело в том Дело в том, что Я слышал по рассказам Риммы Марковой Кстати говоря Народной артистки России Которая с ней играла И дружила Да, Россия Риммы Марковой Риммы Васильевны Которая сказала Не усыновляли По причине того Что Клавдия Михайловна Половикова Бабушка Отбирала Алименты Которые Получали На Анатолия Она же его воспитывала Она же с ней Она его воспитывала Она его забрала И он жил у нее Он считал Симонова Своим отцом Да, Анатолий Нет, не считал Когда уже Стал более взрослым Конечно, не считал Он вообще На самом деле О том, что он не усыновлен Узнал уже Тогда, когда Первый раз женился Лет в 19, наверное Потому что Он пришел домой с женой И стал претендовать На комнату В которой и жил В этой квартире На Пушкинской И тут ему мать сказала А что ты претендуешь-то? Ты Симонову никто И тут он сильно Оторопел Вот Значит Потом Долгое время Мы совсем не виделись Потом была Смешная история С Толиным побегом Вернее С Толиным способствованием Побегу Из армии Одного из моих Соучеников По университетам Там Была полууголовная история Которую В конце концов Замяли Хотел спросить Вот вы такую фразу Там сказали Страшную Что Мальчик не был нужен Ни вашему папе Ни собственной матери Как так могло Но мама Она Почему Ну как Ну я Значит По результатам Я могу это сказать Потому что Свидетелей Свидетелей Этому уже нет Ну да Значит Я могу это сказать Потому что Толи не хватало Сердечного тепла Толи не хватало Ощущения Покоя В собственном доме Ощущения Безопасности В собственной жизни Ему этого Не хватало Этого Я ощущал Как пацан Ему 14 Он же На месяц И 6 дней Меня младше Понятно Я родился 8 августа А он родился 14 сентября А что произошло Скажите Она удостоена Войну Ордена Трудового Красного Знамени Она получила Две сталинские премии Это в ту пору Решал лично Вождь Потом вдруг Она Ее выживают Если я правильно понимаю С театра Ленинского комсомола Она уходит В малый театр Не получается Она уходит В театр Моссовета Потом еще И наконец Она находит В театре Моссовета Она в очередь Сорловой Между прочим Уграла По существу Ее Отовсюду Вынуждает уйти Если я правильно понимаю Что вдруг случилось Талант Вещи очень таинственные Бывает Что он Абсолютно Вписан В эпоху Так бывает И кстати В сталинскую эпоху Так зачастую бывало Очень многие Замечательные Не только актеры А писатели Большого таланта Эту эпоху Не пережили Эта пара Представляла эпоху Это все не просто так Это не просто Два частных Любящих Или не любящих Друг друга человека Это символы Знаки эпохи Другой вопрос Что ни один человек Наверное Не может Выдержать Вот этого груза Мне кажется Что как раз Это сломило Он не выдержал Или она не выдержала Нет Я думаю Я думаю Что она не выдержала Я многое понял В Константине Симонове Когда оказался На том поле Под Могилевым Где он Распорядился Развеять его прах Это было То самое место Где он В 41 году Впервые увидел Красноармейцев Которые Когда другие Отступали Стояли насмерть И жгли немецкие Танки И я понял Симонова Он был человеком Который считал Что нужно держаться Тогда Когда другие Сдают позиции Что нужно хранить Верность своим принципам Когда другие Изменяют им Но этой силы Этой воли Этого характера Видимо Не хватало Валентине Серовой Может быть В этом причина Ее Горькой судьбы И трагедии Об этом После короткого перерыва Этой женщиной Восхищались Множество мужчин Она была Любима Такими Выдающимися людьми Ей приписывали А может быть Это было На самом деле Романы С выдающимися Военачальниками Но почему В свой смертный час Эта женщина Еще недавно Столь любима Окажется Абсолютно одна Брошенная Одинокая Простите меня За настырность Будет писать Актрисовцы Как АПСС Но больше нет сил Висеть между небом И землей Всю грязь Которую на меня Вылили Я не могу Соскрести себя Никакими усилиями Пока мне не помогут Сильные руки Которые дадут работу И возможность Прежде всего Работы И доказать Что я не то Чем меня представляют Я готова На любой театр Только бы работать Я недавно Прочла Несколько отрывков И статей О бывших преступниках Возвращенных к жизни Которым помогли Стать людьми Дружеские руки Добрые человеческие отношения Доверие Неужели я хуже других Помогите Глубоко уважающая вас Весерова И никто не помог И как она судила себя сама Смотрите Она себя сравнивает С преступниками То есть уж на что Она судья себе Была строгим Будьте добры Возьмите пожалуйста Микрофон И скажите Что случилось Что это такое Это болезнь Слабость характера Дурные друзья Бог мой Предположение известное Я хотел бы сказать Что это к сожалению Действительно заболевание Если мы посмотрим Глубину этого заболевания Оно действительно Начало развиваться С 1938 года В тот самый период Когда она потеряла Своего второго мужа Серого Это еще одно последствие Это страшно И если мы посмотрим Все ее жизненные этапы Там идет хроническая Психотравмирующая ситуация И с сыном Анатолием И пусть это будет Красивая конечно Сказка с Рокоссовским Нашим Замечательным маршалом И пусть это будет Замечательная история С нашим Симоновым И вот эта хроническая Психотравма Которую она пронесла Через всю свою жизнь Она действительно Ее добивала Подтачивала Она выплескивала Это на сцену Но она тем самым Все равно не могла Вылечиться от этого И поэтому В психиатрии Это называется Хроническая ларвированная Депрессия Вы хотите сказать Что она была Фактически обречена Она была Практически обречена Спасибо вам большое Спасибо Спасибо большое Константин Михайлович Сам написал Что происходило Между ним и Валентин Васильевнов Давайте мы послушаем Что с тобой Что случилось Напишет ей В одном из писем Симонов Почему все сердечные Припадки Все внезапные Дурноты Всегда в мое отсутствие Не связано ли это С образом жизни У тебя Как я знаю Есть чудовищная Русская привычка Пить Именно с горя С тоски С хандры С разлуки Ну я не знаю Что должен делать Мужчина В таких случаях Если ничего Не помогает Что он должен Любить А если не любишь То все Помогал А любить он уже Наверное не Он же помогал Он помогал Он помогал же Я например Например Вот этот случай Все знают Что он Скажем театре Везде ее выручал Спасал Это последний раз Когда Малым театром Устроили Очередной Худсовет Для того чтобы ее Уволить Константин Михайлович Кругами вокруг театров Бегал А все служебные входы Заберли на ключи Не пускали Для того чтобы Валентина Васильевна Уволить И он же помогал И очень Потом она жила Не на те простойные Зарплаты Которые нам давали В театре Нищенские Значит у нее были Деньги какие-то И большие достаточно Деньги Он же ей ни в чем Не отказывал Но он просто не мог Ее излечить Он не мог излечить Мне кажется Он даже покинул ее Вот он ее покинул Ушел от нее Не потому что там Бороться Давайте мы послушаем Воспоминания Римма Марковой Которая с ней дружила Народная артистка России Римма Маркова Серова сильно изменилась Одна кожа Да кости остались Я нередко помогала Ей дойти до дома Вводила пьяную В разных ботинках Квартиру Толя сын ее Бандитом стал Однажды Валентина Васильевна Позвонила мне Римма приезжай Спаси меня Оказалось Толя разбушевался Двери в квартире Начала рубить Мне и самой страшно стало Думала А ну как он и меня Саданет топором Когда Толю посадили У Серовой Стал жить Какой-то мальчик Помню Пьяная Валя Открывает мне дверь И говорит Познакомься Римма Это моя последняя любовь Ничего похожего На прежнюю Серову Ее и на улице Уже не узнавали Страшный конец И она умерла В 58 лет Это женщина Для любви Для нежности И пока ее любили И она любила Ее жизнь была счастливой Но настал момент Когда Возможно Она утратила способность Любить И потому ее разлюбили И она не выдержала Тех испытаний Которые обрушились на нее С самого юного возраста Но я бы все-таки хотел Чтобы мы запомнили ее Такой Какой она была Когда Вдохновила Лучшего военного писателя Нашей страны Человека Сыгравшего невероятную роль В победе нашего народа В Великой Отечественной Тогда Когда она была Музой Константина Симонова И он посвятил ей стихотворение Жди меня Читать которое И сегодня Невозможно Потому что Город перехватывает Это была Велика Вдохновлявшая людей Вдохновлявшая людей Вдохновлявшая людей Вдохновлявшая людей Продолжение следует...